ну чё ребятки привет сегодня у нас с вами на обзоре сименс m55 мне кстати значит не нравится то что вы не видите нифига что там на экране попробую это немножко исправить потому что у нас с вами с этим беда вот так вот вам видно на 50 процентов окей оставим я даже не знаю с чего начать свой рассказ короче это тот самый сименс которым я в детстве мечтал ну как в детстве ты был нами 2003 2004 год у меня был тогда сименс c62 у меня есть конечно и а-52 сименс вот такой вот он собственно не все здесь пусть они тут собственно все и лежат чтобы нет ну и собственно говоря что получается получается что у меня был в тот момент сименс c62 а у моего друга артема ну собственно говоря видели кадры у него был м55 и он не безумно нравился тем что но вот это вот светодиодики вот он моргает и все остальное и вот это вот расцветка такая белая серо-оранжевая она на самом деле прикольно и вон кстати в двух цветах это на тот момент даже не знала что он есть в двух цветах то есть он есть вот чисто серый и ну разные оттенки серого короче а есть вот такой вот корпус у которого есть еще и белый то есть он типа как скорпион выглядит но так то есть смотреть что такое в нем есть и кстати там даже скорпион был собственно нарисован на коробке вот чем могу сказать про этот телефон я даже не буду ничего рассказывать о нем именно точки зрения характеристики еще чего-то такого потому что не вижу смысла ну серьезно чем кому сейчас надо знать че у него какие характеристики были и так далее потому что это вообще не важно важно то для чего этот телефон использовался в то время ну и так далее использовался он например я не знаю там для таких вот вещей типа как там зайти были долго на самом деле угорали над этим блин а где это кстати здесь что ли да вот заходишь диктофон и говоришь что-то типа я не знаю там первое это второй нам пиздец повторяю нам пиздец ну и соответственно ты вот это вот воспроизводишь и получилось получалось что это типа рация первое это второй нам пиздец нам пиздец это телефон чемпион у тебя телефон лучше только тянешься то полифонии нет полифония у меня наоборот лучше чем у тебя я понимаю что тем лучше полифонии лучше экраном лучше память это хуже и то что джавы нет все это хуйня и вот мы так играли потому что это было на самом деле ну это было угарно то есть мы придумывали разные фразочки все остальное короче я этот телефон хотел просто потому что он мне нравился и внешне и соответственно как это сказать и внутренне да то есть он я не скажу что кстати у c62 дисплей был покрасочнее чем у m55 и вообще у сименса странно была политика они m-серию они в принципе вот m55 они позиционировали как типа защищенный смартфон господи смартфон защищенный телефон который предназначен для и собственно говорят спортивных людей то есть он не боится там падение ударов всего остального но он чувствует весь сделан из пластика я не знаю как он мог не бояться каких-то падений то ли там подобное то ли дело сименс m65 вот та скотина которая у меня была потом уже в каком году в 2000 2005 или 2006 года нет метода появился собственно говоря m65 и вот эта сволочь была конечно просто не убиваем у него и комплект был богатый несколько заглушек несколько вокруг камеры там круглешочки ну короче ладно м65 месяц не буду что вам говорит о том что m55 был телефон спортивным вот собственно говоря extreme games очень долго запускается там музыка долго будет играть и все такое не там смысл там по моему там дайвинг собственно говоря к езда на байке и и что-то еще какая-то еще а и bmx в принципе да это все то же самое короче я расскажу почему я этот телефон себе именно хотел просто потому что он не нравился мне нравится что он моргает мне нравилось что он выглядит именно так мне нравилось не знаю может быть на самом деле основная причина почему я вот так хотел потому что она вон был у артема как бы мне хотелось действительно этот телефон только потому что он есть у него хотя казалось бы у меня был телефон покруче Но потом Спустя какое-то время я выяснил Что в Siemens C62 Не было поддержки Явы То есть там нельзя было даже через камеры какую-нибудь Явы игру закинуть И все остальное А в M55 соответственно Явы есть То есть вот эти игры, они все на Яве сделаны Cubesys Mobile, это кстати У нас идет редактор фотографий То есть да, сюда можно было выключать камеру И фотографировать, фотки конечно получались пипец Я вообще не знаю зачем это надо было фоткать Для того, чтобы было на телефоне, а потом на телефоне такой подходишь И говоришь, чувак смотри у меня тут фотка есть Ты отстаешь свой Siemens M55 И он такой, охренеть, а как ты сюда фотку сделал Казалось бы, да? Вот на самом деле вот эта фигня, это просто дополнительно антенна сюда подключается Ну и MySiemens это Редактор соответственно фоток Подожди, а Cubesys Mobile это что такое? А, Cubesys Mobile Господи, я все перепутал Cubesys Mobile это Cubesys Ну короче, без разницы Это музыкальный редактор То есть здесь можно какие-то свои миди мелодии создавать Все такое Extreme Games соответственно игры MySiemens Pictures это редактор фото И WAPA это тоже игра Вот Что этот телефон умел в то время? Да ничего, он был обычной звонилкой Да, у него были смс-ки Но в то время, я кстати смотрел свое старое видео Когда мы с Артемом вместе сидели И я переписывал у него мелодии на диктофон Ну то есть да, здесь были мелодии Они здесь в принципе и есть То есть я когда-то телефон купил Ну вот На нем не было мелодии На нем были вот эти вот Ну это уже все закаченные мелодии Но стандартных не было Я нашел стандартные мелодии Закинул через кабель их все сюда И они все здесь И знаете что самое интересное? В то время, да, мы сидели Переписывали мелодии Я сидел переписывал мелодии И страдали херней всякой И знаете что я обратил внимание? Что вот эту вот мелодию Которая у нас называется Лаунж, по-моему Короче, я вам ее включу полностью послушать Я ее всегда пропускал Потому что я не мог ее понять Ну то есть она мне не нравилась Но сейчас я понимаю Что это очень прикольная мелодия Потому что она слегка грустненькая И слегка позитивненькая Ну послушайте То есть Здесь даже типа Я не знаю что это В звуки этих Волн Или что тут добавили Но короче Сейчас я понимаю Что это была реально Офигенная мелодия Вот И я закинул сюда Все стандартные мелодии Все остальное Что у нас тут на формат Картный Ну естественно Никаких 3G Конечно же тогда не было Было только 2G Было соответственно Ну в принципе Я считаю так Что не особо хорошее Качество связи Потому что там было кваканье Там были короче Всякие артефакты И так и тому подобное Но он сука живучий То есть реально Он был безумно живучий Я не знаю сколько лет Именно вот этому Сименсу Но учитывая то Как он держит батарею А батарею он держит охренеть То есть она у меня Вот с таким вот уровнем заряда Учитывая что я каждый день Практически его включаю И играюсь немножко Там ностальгирую И так далее Блин Она не садится Сволочь То есть даже вот в этом А52 батарея держит Гораздо хуже Ну там просто батарея Мне кажется гораздо убитее Чем вот здесь Ну вот И соответственно Получается что Этот скотина Живет гораздо дольше Я не знаю кто им Пользовался до этого Потому что я вижу В принципе он по состоянию Вообще неплох Ну вот здесь вот Немножко пара коцек есть Вот Ну и где А снизу где-то было Да-да Вот здесь Но это опять же Мне кажется Либо падение Либо кто-то укусить его Пытался что-то такое Вот Вот эта штука Это соответственно Для креплений То есть она с двух сторон Вот эти дырочки Это вот так вот делается И телефон соответственно Крепился у нас Куда-то в машине Там я не знаю Например может быть Может на пояс Там клипсы Знаете такая типа Защёлка скорее всего Это сюда была Вот И я не знаю Что ещё вам на самом деле Про этот телефон рассказать Для меня этот телефон Очень много значит Я безумно рад тому Что я его достал сейчас В 2020 году Под конец 2020 года Вот Я его достал Ну как достал Я нашёл собственно говоря Объявление И с доставкой Вообще Из другого города Там за 200 с чем-то километров Его короче Привезли сюда Я начал проверять И да Я понял что Да Я его заберу И я его короче купил Достался у меня Что-то по-моему За 300 рублей что ли Вот И для меня Это безумно офигенное Воспоминание Поэтому Ну вы собственно говоря Видите Да Вот С-65 А-52 У меня здесь ещё много Есть Вот это Nokia Соответственно Блин полно Вот это Nokia Да Вот это Nokia Кто узнает эту Nokia Мало кто сейчас узнает Эту Nokia Вот это Nokia У меня тут ещё есть Полно телефонов Которые Я достаю для себя На самом деле Только с целью того Чтобы Как это сказать Даже не с целью того А потому что С этими вещами У меня связаны Определённые воспоминания То есть Вот именно с этим Сименсом У меня связано то Что я его безумно хотел Мне Да С-62 был круче И всё остальное Но Мне нравился именно Вот эта модель Я хотел именно его Потому что мне нравился Его внешний вид Мне нравился Как он моргает Сказал Да блин Ну 2003-2004 год Телефон Имеет моргучие Светоиндикаторы Как бы Чё там такого А вот мне нравилось Мне не нравился С-62 тем Что он был какой-то Ну не знаю Какая-то полифония Там не та И всё остальное Вот мне нравился Именно вот этот телефон Который был у Артёма И вот спустя Столько времени Он у меня есть Понятно что Пользоваться им Конечно сейчас уже Это никакого смысла нету Только совсем звонилка И так далее Но Это воспоминания Воспоминания дорогого стоят Как говорится Надо жить ради эмоций И Я сейчас полностью Этого поддерживаю Поддерживаю Придерживаюсь Поддерживаю Господи Ну и поддерживаю На самом деле Тех людей Которые думают так же Потому что Эмоции важны в нашей жизни Как бы Если жизнь без эмоций Жизнь без воспоминаний О чём-то Если ты живёшь И как бы Не помнишь ни хера Чё было Или там подобное Ну зачем тебе жить Без эмоций Согласись Короче Что здесь было Здесь были Сообщения То есть ты мог зайти Там тексты Модули настроиться Такое ММСки даже У тебя могли прилетать Ты мог картинка Моминить С списки вызовов Ну это ты типа как Ну в принципе Вот да Адресная книга Ты мог сюда зайти И посмотреть Группы мог создать То есть на каждую группу Ты мог сделать Отдельный рингтон Например Группа Однокурсники Одноклассники Будут звонить тебе С одной мелодией А например Родители Будут в другой Вот Интернет Да Интернет Здесь конечно же Был OpenWave До 2003 года Ну вот 2003 год получается То есть этот телефон Те кто им пользовался В 2004 году Считаю телефон Уже устаревший был В принципе Конечно же здесь Вап Ну и так далее И как бы ни о чем Большем здесь Разговаривать Не приходилось Стандартный Естественно органайзер Здесь календарь Встречи Задания Заметки Сейчас казалось бы Зачем тебе нужно Задание Заметки Когда это все Давно обедено А раньше Вот отдельно Ты заходишь Задание Можешь себе задание Написать Заходишь заметки Можешь заметки Создать Встречи Какие-то Казалось бы Просто сделано Напоминание Но нет Напоминания нет Все вот так вот У немцев Было разделено Дальше Это соответственно У нас пунктик профиля То есть здесь Ты выбираешь профиль Который заранее У тебя настроен Под тебя То есть например Там тихое место Ты его бах Активировал Чтобы не заходить Знаешь настройки И не убирать громкость Мелодии например И так далее Вот Дальше идем Еще здесь соответственно Ну первый пункт У нас обычная Операторская информация Будильник Калькулятор Конвертер валют Секундомер Таймер Камеры Пожалуйста Но камера конечно Установите То есть она должна Подключаться Голосовые команды Здесь ты можешь Создать новую команду Например Для написания сообщений Кому-то То есть ты просто Телефон Нажимаешь кнопку Удерживаешь Говоришь что-то И он заходит Там в другую менюшку Дистанционная синхронизация Это не знаю Это по-моему У нас что-то с компьютером Должно связано Да Это вот Значен здесь компьютер То есть это через интернет Через вап У тебя синхронизация С компьютером происходя Я не знаю Зачем это надо Ну и карт-эксплорер Соответственно Здесь ты можешь Посмотреть всю файловую Информацию Этого телефона Посмотреть Там я не знаю Картинки Там еще Здесь кстати Картинки Да Есть какие-то Закаченные Гифки Бердый Кошка Вот эта кошка По-моему Она стандартная На этом телефоне То есть можно На фон поставить Здесь где-то еще Скорпион Вот дракончик Который у нас стоял С вами при включении Телефона Странный да Рисунок Но это цветок Роза Вот еще один цветок Подсолнух Это что-то Долго открывает Наверное Гифка какая-то Да Хардбит Ну вот Соответственно Сердцебиение Причем видите Как гифка отображается Пипец Она медленная Я не знаю Сколько здесь кадров Секунду Пошла-пошла Прорисовываться Ну короче И долгим нажатием Ты на красную трубку Всегда выходил Главное меню Ну видимо Не сейчас Вот он Вышел Я не знаю Какое здесь железо На самом деле Сколько здесь Даже оперативной памяти Потому что он даже Гифку открывал Безумно долго Ну вот Мелодии Ну я не знаю Зачем вам прослушивать Все мелодии Я вам в принципе Показал Что я их сюда закинул То тут Некоторые Кошка Вот И соответственно Здесь есть Там всякие Transit По-моему Стандартные Да То есть тут даже Басов нету Здесь просто Не понятно RNB Короче Можно было Развлекаться И самое интересное Это конечно же Настройки Здесь индикация То есть здесь Все что нас касается Дисплея Ты можешь Прописные Пугвы Это вот такой Подпункт То есть это у нас Теперь все Становится так Дальше Динамический свет Ну соответственно Здесь ты можешь Выбирать Как он у тебя Будет моргать Вот там сейчас Скорость Демо меню Маяк То есть ты можешь Выбирать Как он у тебя Будет моргать Там в определенной Ситуации Когда он у тебя Просто на столе Лежит Я не знаю Или когда там Вызов поступил Или что-то еще То есть это было На самом деле Прикольно При разговоре Вот оно короче Все тут собственно говоря Включено Ну настройки клавиатуры Т9 Вот все говорят Там типа Я сейчас печатаю Со смартфона Да И когда они пишут Какие-нибудь слова С ошибками Или просто не то слово Которые имели ввиду Они пишут Т9 Вот всем вот этим людям Я хочу сказать Что Т9 был Только вот в таких Вот телефонах Таких То есть Я даже не знаю Где он здесь настраивается Т9 Где здесь настраивается Т9 Серьезно Ладно Раз мы в этом пункте Вот карта эксплор Здесь соответственно Можно было оптимизировать Зачем-то встроенную память Можно было отформатировать Вот зачем такие настройки Оставлять для рядового пользователя Который можешь случайно Просто ткнуть Ну и соответственно Все Считай И пропал телефон Потому что ты все форматнешь Я помню кстати Сименс С-62 Я случайно нажал кнопку Форматировать И получилось так Поднадлежности Это Гардкит И гарднитура Соответственно То есть их тоже Можно было подключить Блин Я не знаю Как мне показать Где здесь Т9 А ну вот он Т9 И соответственно Информация Т9 Нажмите При Т9 Текст и input Раз, два, три Каждую клавишу Для каждой буквы Только один раз То есть Например Ты пишешь Привет А он пишет А свет Ты можешь Выговорить Своё слово Но он почему-то Только вот это А где у нас Буква П Может она здесь Да Вот так вот Привет Вот И соответственно Вот это Т9 А не то Что сейчас Вот эти вот Ну и пизду Короче Говорить об этом Короче Я безумно рад Тем что Достал этот телефон Себе Он у меня теперь есть Соответственно Эти воспоминания Это время Когда ещё Друг был здесь Соответственно В одном городе Мы могли встретиться Там погулять Побеситься Повеселиться Там я не знаю Чем угодно Позаниматься На самом деле Потому что Тогда не было Особого интернета И мы Веселились В принципе На улице Это сейчас В интернете Сидят Там играют В разные игры И так далее А раньше Вот Раньше Развлекались Брали вот этот Телефон Записывали на диктофон Всякие фразы И переговаривались Ими Поэтому Как-то так С вас Соответственно Лайк Если вам это Понравилось Такое видео Потому что Ну как вы понимаете Что скоро будет Ролик про Вот этот вот телефон Там я тоже Много чего интересного Расскажу Ну с вами был Тони Дизер Все социальные сети Как обычно В описании Написано И пишите в комментариях Какие телефоны У вас были В Как сказать В самые запоминающиеся Для вас годы В самое запоминающиеся Для вас время Хотели бы вы вернуть Этот телефон Просто потому что Он у вас был И Как это сказать Дорожить Этими воспоминаниями Как я например Это делаю Вот Ну а с вами Вы сами Я уж все повторяюсь Поэтому Не буду больше повторяться До новых встреч Ребята Пока Редактор субтитров